Что ж, система координат. Сейчас мы поговорим о ней. Как вы знаете, в автокаде все подчиняется координатам. То есть координата x у нас откладывается вправо, координата y у нас откладывается вверх. Это легко увидеть, если мы будем строить, допустим, прямоугольник. Выберем прямоугольник, укажем первую точку. Так, прямоугольник, первая точка, далее выбираем размер. И здесь нас запрашивают указать длину прямоугольника. Длина прямоугольника откладывается по координате x. Допустим, отложим 500. Ширина откладывается по y. Сделаем 1000. Таким образом мы можем понять, что построения прямоугольников осуществляются только в ортогональных направлениях. То есть x, y. А что если нам нужно создать вот такой прямоугольник, скажем, повернутый? То есть нам нужно всегда строить прямоугольник и впоследствии его вращать на определенный угол. Именно так и поступают те, кто не знает, что такое PSK. Сейчас система координат находится в стационарном, так называемом, мировом положении. MSK. Но есть возможность ее вращать под нужным углом. Допустим, если мне нужно построить прямоугольник под каким-то углом, я могу взяться за ось x и повернуть систему координат вот таким образом. Теперь это не MSK, а PSK. То есть пользовательская система координат. И теперь, если я выберу прямоугольник, как видите, он строится, соответственно, осям. Давайте рассмотрим несколько случаев, когда это удобно. Как видите, при перемещении, вернее, при панорамировании у нас всегда система координат находится в левом нижнем углу, поэтому мы ее никогда не потеряем. Вот, скажем, у нас есть два кресла и нам напротив них нужно нарисовать телевизор. Допустим, у нас нет такого блока и нам нужно его создать. Для этого мы можем взять систему координат, за квадратную ручку перенести ее в нужную точку, сориентировать нужную ось. Вот таким образом и спокойно создавать построение под тем углом, который нас интересует. Вот таким образом мы можем облегчать себе задачи построения. Давайте рассмотрим более сложную ситуацию, когда без этого, можно сказать, сложно обойтись. Вернем PSK в стационарное положение. Для этого введем команду PSK в командной строке и два раза нажмем Enter. Теперь оси занимают свое стационарное положение. Что же, у меня здесь есть импровизированная стена. И, скажем, по этой дуговой стене нужно расставить окна. Я сейчас выберу блок окна. И, как видите, если мне необходимо его вставить, то мне приходится вставлять сначала сюда. Так, сейчас я выберу тип окна. Далее нужно поворачивать каким-то образом, да, вот так ориентировать. Потом переносить. И результат у нас неоднозначный. Конечно, можно выкрутиться, но с помощью PSK это можно сделать гораздо быстрее. Вот смотрите. Я беру пользовательскую систему координат и переношу ее к центру дуги. Теперь привязываю к первому участку, где мне нужно поставить окна. Я сделал вот такие засечки. Опять же вызываю блок. Нажимаю ОК. И теперь он у меня относительно данной точки позиционируется. Устанавливаю в данную точку. Выбираю нужный тип. И теперь при перемещении у меня подоконники с двух сторон выступают так, как нужно. То есть симметрично, ровно и правильно. Далее, для того, чтобы установить на следующее окно, я берусь за ось Х и переношу к следующему окну. Беру блок. Так, немного неправильно, потому что систему координат нужно перенести в центр. Вставляю блок. И все у меня смотрится симметрично. Ну и по аналогии позиционирую поиска вот сюда и вставляю третий блок. Вот таким образом я решаю данную задачу. Что ж, как видите, вполне удобный инструмент. Только здесь я вас предостерегу. Не забывайте возвращать систему координат в стационарное положение. То есть сделали какую-то специфическую операцию, типа той, что мы сейчас проделали. Написали в командной строке PSK и два раза нажали Enter. Все, теперь построения вернулись на свои места. Если мы возьмем прямоугольник, можем проверить, что он строится правильным и привычным образом.